Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Земли Швейцарии расположены так, что им никак нельзя было остаться исключенными из самых важных исторических процессов на территории Европы. Попытки завоевать Швейцарию не прекращались, но постепенно её территория увеличивалась, количество кантонов росло. Жители этих земель и тогда, как сейчас, любое дело выполняли на совесть. Защитить свою территорию они могли. Это доказывает многочисленные, хорошо сохранившиеся крепости и военные сооружения. Со временем Швейцария приобретала всё больше свободы от могущественных соседей. Влияние Берна на экономику Европы усиливалось. С XVI века страну уже можно было считать независимой. Правда, истоки такой независимости можно было увидеть прежде всего в соглашении крупных держав, оставить сердцу Европы некоторую автономность. Это устраивало всех и давало возможность избежать утомительных конфликтов. Долгое время Швейцария была плохо сплочённым союзом. Каждый из кантонов находился под влиянием нескольких богатых семей, что вызывало народное недовольство и бунты. XIX век стал для государства периодом улаживания внутренних конфликтов. В первую очередь религиозного противостояния между католиками и протестантами. Когда сейчас, в XXI веке, заходит речь о причинах экономического успеха Швейцарии, их перечисления начинают с недостатков от противного. Отсутствие залежей полезных ископаемых, небольшие возможности для земледелия, нет выхода к морю, больше двух третий территории покрыто горами. Так и есть. Исторически швейцарцам было дано совсем мало. А потому для них было очевидно, самое важное и ценное, что они могут использовать – это сами люди. Мало где существовала такая система подготовки мастеров – через гильдии, через институт ученичества. Швейцарцы уже давно научились участвовать в принятии важных для них политических решений. Даже сейчас самые главные вопросы государства выносятся на всеобщее голосование. Во времена двух мировых войн прошлого века Швейцарии удалось сохранить независимое положение, правда, объявленный ею нейтралитет был вооружённым. Благодаря тому, что на территории Швейцарии на протяжении нескольких веков не велись войны, ей удалось сохранять не только памятники исторического наследия, но и создаваемую инфраструктуру. Можно предположить, что страна и дальше будет сохранять статус богатой. Швейцарцы, как и раньше, много и качественно работают. А потому не теряют репутации её знаменитые сыры, часы, шоколад и ножи. Она по-прежнему нейтральна. И по-прежнему вооружена. Воинскую повинность обязаны нести все мужчины в возрасте от 19 до 31 года, в общем количестве 260 дней, которые распределяются на 10 лет. Правда, у каждого есть возможность заменить личное присутствие в швейцарских вооружённых силах денежной компенсацией в размере 3% от зарплаты в течение положенного срока службы.